Дорогой зритель, здравствуй! Программа «Про лайф» в гостях у модельного агентства «Люкс». Сегодня хочется познакомиться с юными моделями, чтобы рассказали они, чем они занимаются, почему они этим занимаются и как у них это получается. Итак, у меня первый вопрос. Мне интересно, как на это ответят дети. Скажите мне, пожалуйста, вы чего такие красивые все, а? Кто как ответит? У нас так отдели родители. Вот, родители. Давайте родителям поаплодируем. Поаплодируйте. Вот, товарищи родители, все для вас. Итак, скажите мне, пожалуйста, молодой человек, как вас зовут? Представьтесь. Даниил. Даниил. А как давно занимаешься в модельном агентстве? Да вот, недавно, недели три только или две. А кто так сказал, мама или папа? Вся семья. Вся семья. Потому что что? Ты красивый парень? Да. Да. И тебе нравится заниматься? Да, очень. Кстати говоря, скажите мне, пожалуйста, то, что вот вы ходили... У меня хорошо получилось, нет? Да. Конечно, они скажут, да. Не очень, конечно, надо потренироваться, потом будете меня учить. Как это называется, то, что вот вы ходили? Дефиле. 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 Что вам больше нравится? Позирование, дефиле или что? Дефиле. Дефиле. Кто из вас уже участвовал в каких-то конкурсах красоты? Так, а ну-ка, как вас зовут? Мне кажется, мы с вами уже виделись когда-то. Анастасия. Настя. Уже сколько раз ты участвовала? Где-то раз пять или больше. Уже места какие-то занимала? Да. Итак, я хотела у вас попросить, чтобы вы мне сейчас прям сходу показали навыки позирования. Вы уже проходили же это, правильно? У вас есть преподаватели, которые вас этому обучают? Да. Да? Ну вот давайте, вот я скажу раз, два, три, а вы все начнете позировать, как будто вас не камера снимает, а фотоаппарат. Раз, два, три. Вот дают, вот дают. Вообще не могу. Так, спасибо большое, уважаемая молодежь. У меня к вам исключительно взрослый вопрос. Вот кто мне на него ответит. Для чего вы занимаетесь в модельном агентстве? Так, все, ну давайте все. Чтобы стать моделью. А чтобы стать моделью для чего? Какие есть прелести в этом? Много денег. Настоящий мужчина. Так. А я думаю, чтобы каждой женщине нужно быть, чтобы у нее была осанка, и поэтому, ну не так же. Нет, ну как бы, я неправильно делаю, да? Ну, немножко. Так, я вижу у тебя все хорошо с осанкой, у меня не очень. Так. Была красивой. Я красивая, скажи честно? Да, да. Так, а ты как думаешь? Так же. Мне нравится красивую позу показывать. А красивая одежда как же? Тоже. Тоже? Я тоже согласна. Мне больше всего нравится фотопозирование, там, дефиле, ходить, вот, как-то показывать что-то. Скажи честно, ты маму свою учишь, как позировать, как ходить? Ну, после занятий я иногда показываю ей, как надо ходить, она иногда повторяет. Носить книжки на голове. Это тренировка такая? Да. С сегодняшнего дня я ношу книжки на голове. Ходить по подиуму. Красота ты моя. Девочки, мне интересно, каких успехов достигли с тех пор, как начали заниматься в модельном агентстве люкс? Ну, я занимаюсь относительно недавно, больших успехов нет, но, тем не менее, посещая мастер-классы, я уже знаю, как правильно, там, сделать дневной макияж, например. Я, например, научилась ходить с абсолютно прямой спиной, вот, поэтому планирую дальше посещать, чтобы все больше и больше развиваться и набираться навыков. Ох уж, эта прямая спина не дает мне покоя, честное слово, ну, потому что она у меня не прямая. Рассказывай про успехи. Я научилась позировать, выступать на публике, так как в модели еще и выполняют работу хост-класс. Занимаюсь я тоже относительно недавно, но уже вижу, что есть определенные успехи. Да, для меня тоже главное, то, что у нас проходят уроки актерского мастерства, которые позволяют нам раскрыть себя, правильно разговаривать. И для меня, как человека, который хочет связать в будущем свою профессию с журналистикой и с этим делом, это очень важно. Ну, и так же для себя, конечно, для саморазвития, когда ты стоишь и позируешь, это помогает тебе раскрыться и перед фотографом, и в будущем. То есть, как я понимаю, придает большую уверенность. В принципе. Девочки, впереди неделя моды, правильно же? Вы в первых рядах? Конечно. Сегодня мы убедились в том, что модельное агентство «Люкс» с каждым годом растет и развивается. Дети, которые здесь занимаются дефиле, фотопозированием и прочим основам модельного дела, уже делают большие успехи. А некоторые из них имели возможность пройтись по известным подиумам страны. Благодаря идейному вдохновителю модельного агентства «Люкс» Марии Епифановой об этих маленьких моделях скоро узнают большие подиумы. Наши юные модели не только учатся, как правильно позировать, фотографироваться, ходить по подиуму, они растут и достигают больших высот. Вот Валерия мне сейчас расскажет о своем, мне кажется, очень таком масштабном достижении. Расскажи, на каком мероприятии ты недавно побывала? В этом году я была на показе «Мерседес Бэнс» Fashion Week Russia. Там было много звездных детей и классные подарки, так же, как и платья, и халатики. Еще я представляла бренд «Лериде» и «Анджелика Рева». Так же у меня у всех было красивое платье. У меня было белое красивое платье, обшитое разными бусинами и сделала вручную. Вот это да. То есть ты впервые была на таком масштабном мероприятии, как… да? Да, впервые была. И еще мы планируем поехать весной на неделю моды в Милане. На неделю моды в Милане, на секундочку. Ты серьезно? Да. Я так понимаю, тебе нравится то, чем ты занимаешься? Да, очень мне нравится. И хочу продолжить. Не страшно тебе было, когда ты в показе участвовала? Никодинский. Вот вам и уровень, дорогие друзья. И все это модельное агентство «Люкс» Марии Епифановой. Еще хочется заметить, отметить, дорогие друзья, что модельное агентство «Люкс» – это не только маленькие модели, но и большие модели. Вот они, местные производительницы красоты. Это мамы маленьких участниц модельного агентства «Люкс», которые также, мне кажется, принимают участие в этом труде. Правильно? Иногда, да. Приходится. Так, ну а дети вас учат или вы их учите? Дети. Уже дети учат, да. Мама умеет правильно ходить, позировать? Немножко. Немножко, да. Ваши дети уже где-нибудь участвовали в каких-то конкурсах? Расскажите. Да, моя девочка участвовала юная «Миссис Орел» в прошлом году. И я сама участвовала в конкурсе «Миссис Орел» 2018. То есть приходится не только ребенку уделять внимание, но и себе тоже, о себе не забывать. Поэтому мы, можно сказать, в тандеме. Как относятся к роду деятельности ваших детей ваши папы, мужья? Наши только за. Наши папы только за. Мы очень рады, что дочка участвует. Наша семья очень благодарна Марии за то, что она рискнула и взяла в агентство Лиану Буримову. Мы пришли в агентство, ей было всего лишь 4,5 года. И уже 2 года занимаемся. Поучаствовали на 5 крутых подиумах Москвы, Санкт-Петербурга. Поучаствовали даже в конкурсе «Мировая русская красавица». И не считая здесь, в Орле, многие мероприятия. То есть, дорогие мамы, у ваших детей большое будущее в модельном бизнесе. Я правильно понимаю? Обязательно. Надеемся. Я желаю вам и вашим детям больших успехов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...